Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube. Интернет, интернет и СМИ. Полночь 4, 8 мая 2019. Как тебе такое, маленькая дрянь? Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube. Кадр, Тимоха против всех. YouTube. Интернет они ставят. Да он нами нафиг, не нужен, интернет ваш. Еще несколько лет назад этой нетленной мем-фразой можно было в полной мере описать отношения старшего поколения к YouTube, Instagram, Twitch и прочим странным увлечениям подрастающих школьников. Тем не менее уже сейчас в русском сегменте YouTube можно спокойно встретить десятки, а то и сотни каналов, где вполне взрослые люди всеми силами стараются набрать просмотров. С макушкой погружаясь в доселе незнакомый мир трендов, хайпа и русского рэпа. Лента.ру выяснила, как современные родители покоряют русский сегмент YouTube и на что готовы ярчайшие представители старшего поколения ради популярности в сети. Во всем виноваты американцы. Как нетрудно догадаться, тренд на так называемый родительский контент зародился в США более 10 лет назад. Тогда страдающие от безделия американские школьники из-под тяжка снимали фейлы и эмоциональные взрывы своих родственников и загружали их в сеть. Одним из первых блогеров, прославившихся благодаря своему неуравновешенному родителю, стал основатель YouTube канала The Angry Grandpa Show Michael Green. Michael Green, который записывал дикие выходки своего якобы страдающего от биполярного расстройства отца Чарльза Грина-младшего, Charles Green Jr., за 10 лет существования The Angry Grandpa Show. На канал семейства Гринов подписалось более 4,3 миллиона человек. Судя по всему, им нравилось наблюдать, как находящийся в состоянии эффекта злобный дед методично уничтожает мебель и разбивает гаджеты сына. К слову, самый популярный ролик с участием Грина-младшего набрал более 35 миллионов просмотров. На нем крайне раздосадованный отсутствием печенюшек седовласый старец уничтожает игровую приставку со словами «Как тебе такое, маленькая дрянь?». Несмотря на то, что в декабре 2017 года 66-летний Грин-младший скончался после продолжительной борьбы с раком кожи, канал The Angry Grandpa Show все еще функционирует и до сих пор вдохновляет множество ютуберов на съемки роликов с участием родственников. Так, австралийский блогер Джейми Зу набрал более 450 тысяч подписчиков с помощью веселых пранков над отцом, а американец Рос Смит Более 420 тысяч благодаря очаровательной бабушке, которая не стесняется участвовать в юмористических скетчах и уличных розыгрышах. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня родители взяли бразды правления в свои руки. На видеохостинге начали запускать полноценные каналы, посвященные реакциям родителей на современную музыку, тренды и вирусные ролики. Конечно же, и в русском сегменте YouTube стали появляться возрастные блогеры, за пару лет покорившие сердца сотен тысяч зрителей. Мама туса против Face. Как и в Штатах, в России все начиналось с кустарных видео, на которых школьники заставляли ни в чем не повинных родителей слушать творчество русских рэперов, в частности, Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face. Так, в 2018 году сотни роликов с идентичным названием «Реакция мамы на Face» заполонили русский сегмент YouTube, собирая сотни тысяч просмотров. Возмущенные творениями Дремина мамы доводили несовершеннолетних зрителей до экстаза комментариями из разряда «Почему он до сих пор не сидит?» И вот ты мне Федюка показывал «Вот он был лучше, чем вот этот вот». Среди наблюдающих за выкрутасами, родительница оказалась украинка под псевдонимом «Мама туса», которая не только завела личный YouTube канал, но и умудрилась набрать более 320 тысяч подписчиков. Чтобы подчеркнуть свою причастность к хэпу и трендам, она даже украсила свой канал изображениями известных рэперов. Фэрро, Макса Коржан, Окс Ксимайан, Гон Дот Флэд и Эл Джея. Рецепт популярности мамы туси прост. Женщина берет только что вышедший клип популярного среди школьников-исполнителя и снимает на него реакцию то есть просто сидит и смотрит музыкальные видео, время от времени комментируя происходящее. Не, ну поет так ничего. А о чем поет? Типа песни для восставших из мертвых, заключила женщина во время просмотра клипа «Смерти больше нет» российской группы. I Speak Несмотря на очевидно низкий уровень контента, многие ролики мамы туси с легкостью преодолевают отметку в 500 тысяч просмотров. Например, реакции на треки отечественного рэпера Big Baby Tape и группы I Speak набрали более миллиона просмотров каждый. Это можно объяснить тем, что реакции мамы туси выходят день в день с сами клипом. Таким нехитрым образом женщина автоматически попадает в раздел «Рекомендованные», где ее невольно видят все, кто ознакомился с оригиналом музыкального видео. Вполне возможно, за спиной мамы блогера скрывается серый кардинал из 5 тип, который тайно курирует канал и советует маме, на какую тему в следующий раз снять видео. Всем привет, дорогие друзья, сейчас я хочу послушать новую работу такого исполнителя, как «Гон.Флэд». Работа называется «Мэмбл». И я вам хочу сказать, что сейчас существуют такие тенденции, что всех рэп-исполнителей можно поделить на две группы «Это новая школа». И можно назвать еще рэперы старой закваски, авторитетно заявила она, держала подку для сковороды вместо микрофона. К чести мамы туси, изредка она экспериментирует и пробует снимать что-то кроме банальных реакций. Так, в середине апреля она посетила концерт «Фейс» в Киеве, где пообщалась с поклонниками рэпера и с легким недоумением на лице наблюдала за беснующимися и нещадно матерящимися школьниками. В общем, атмосфера на концерте была просто бомбезная. Просто. Призналась украинка. По данным сервиса «Социал Блейд», просмотры клипов русских рэперов приносят маме туси от 20 до 300 долларов ежедневно. Учитывая нулевые затраты на создание контента, ее с чистой совестью можно назвать успешным «Ютюб» проектом. Папа «Фейс» Любитель крепкого словца и бесед с бомжами удивительно, но еще одним любителем пообсуждать творчество русских рэперов на «Ютюб» оказался Тимофей Дремин родной отец рэпера «Фейс». Судя по всему, нелегкая доля уфимского грузчика несколько приесла с 51-го летнему Дремину, и в начале 2019 года он решил создать «Ютюб» канал с весьма провокационным названием «Тимоха против всех». Как не трудно догадаться, главной темой на канале Тимохе стал рэп, а точнее его отечественные представители. Ну что, вот и дождались. Не хотел я начинать эти выпуски. Не хотел я все это запускать, весь этот блог. Но сил моих молчать больше нет. Потому что сейчас в музыкальной индустрии творится, хрен знает что, авторитетно объявил Дремин в дебютном ролике. Первой жертвой праведного гнева Тимохе стал популярный уфимский блогер и музыкант Алишер Моджнштен. 3,5 миллиона подписчиков, который привлек его внимание экстравагантной прической и татуировками на лице. Реально, пацаны, сейчас время фриков, блин. Сейчас, чтобы подняться на музыкальный олимп, надо, блин, покрасить волосы в разные цвета радуги, вставить серьги в нос, встать на каблуки, забить все, лицо, татуировками. Это не мужчина, не женщина, блин, трансгендер какой-то, возмущался уфимец, тактично умолчав о внешности своего сына. Стоит отметить, что, в отличие от мамы Туси, Тимоха крайне ответственно подходит к созданию контента и пытается максимально разнообразить каждый ролик. Так, в обзоре Моджнштен, постоянно матерящийся дремин с сигаретой наперевес радует подписчиков фрагментами уличных интервью с бездомными и кухонными посиделками с полуголым другом с обутыльником. Вообще, как ты не говори, а он мне нравится, блин. Да клянусь, блин. Ну красота ведь, красота, похвалила лишь ротоварищ Тимохе, плавно сместив вектор разговора к сексуальному надругательству над популярным блогером. Естественно, многим пользователям пришлось не по вкусу творчества 51-летнего ютубера, а особенно фанатам исполнителей и музыкантов, которые засветились на канале Тимохе. Поклонники Моджнштен, Гон Дот Флэд, Биг Бэби Тейп, Муке и многих других принялись массово оставлять негативные комментарии. Блин, чувак, если тебе нравятся песни Бабкина и Кадышевой, то в современную музыку не лезь, написал один из них. Ты себя видел, старый, дурак, который общается с бомжами? Поинтересовался другой. Большинство комментариев, конечно же, были посвящены и сыну Тимохе рэперу. Фейс. Пользователей возмутило, что новоявленный музыкальный критик, несмотря на радикальный настрой, ловко обходит стороной как творчество, так и татуировки своего сына. И это говорит отец. Фейс. Мужик, ты своего сына то видел. Посмотри, что ты воспитал и вырастил. Все, что ты говоришь, применимо к твоему сыну, заявляли они. О контенте Дремина высказался и популярный видеоблогер Руслан Тушенцов, известный под псевдонимом Crazy Mega Hell, 2,4 миллиона подписчиков. Тушенцов в шутку заявил, что Дремин страдает от синдрома папы Саши Спилберг состояния, в котором человек пребывает после бальзаковского возраста. Он начинает пилить какую-то дича и считать, что его сын талантливый, отметил. Он максимально недалекий и маргинальный, как и вся их семья. Это можно понять потому, как он рассуждает. У тебя сын читает про то, как сношает матерей. Выглядит как телка и ведет себя как крыса, добавил он. Судя по всему, намекая на свой конфликт с. После такой наглости Тимоха, который стоически переносил тонны негативных комментариев, не выдержал и записал видеообращение к Тушенцову. Он пригрозил оппоненту расправа и дал ему неделю на то, чтобы принести извинения. Если этого не произойдет, ты развяжешь мне руки. И поверь, это будет самая большая ошибка в твоей жизни, предупредил Дремин. Однако после недвусмысленного заявления о том, что ему вполне хватит денег, чтобы посадить оппонента, если тот сделает хоть шаг в его сторону, Тимоха поуспокоился и пришел на попятную. Русланчик посмотрел твое видео и понял, что ты животное, на которое не стоит обращать внимания. Счастья тебе, здоровья, долгих лет жизни. Мы с тобой обязательно встретимся, пообещал он. Конфликт с блогером-миллионником, множество негативных комментариев и отсутствие роста аудитории несколько остудили пыл Тимохи, и он решился на отчаянный шаг, стал хвалить. Резко умерил в воинственный настрой и начал посвящать ролики импонирующим ему исполнителям, раскидывая комплименты из разряда «Талантливый парень, слушайте, мне нравится». Несмотря на очевидную популярность рэпера и конфликты с известными блогерами, канал Тимоха против всех за три месяца едва собрал 3,8 тысячи подписчиков. А самое популярное видео с трудом преодолело отметку в 20 тысяч просмотров. Судя по всему, сам Фейс не имеет никакого отношения к творчеству отца. По словам рэпера, его родители развелись, когда будущей звезде не было и года. Папа Саши Спилберг в попытке отмыть репутацию Буяна далеко не все следуют примеру. Фейс. И игнорирует творческие потуги своих родителей. Например, видеоблогер Саша Спилберг, 6,4 миллиона подписчиков, известная в сети купанием в ванне с чипсами и выступлением в Государственной Думе в мае 2017 года, помогает своему отцу Александру Балковскому продвинуть аккаунт на YouTube. В начале марта на ее канале появилось видео, в котором Спилберг вместе с родителем играет в игру «Было или не было». В ролике они вместе отвечают на вопросы подписчиков, попутно рекламируя канал Балковского. Обязательно посмотрите по ссылке в описании. Порекомендовала девушка. Балковский уже давно состоялся как рекламщик и венчурный инвестор, стал совладельцем студии «Зед Агентси», занимающейся продвижением его дочери. Тем не менее это не помешало ему запустить авторский канал с нехитрым названием «Папа Спилберг». Как такой солидный мужчина занялся такой фигней, как собственный YouTube канал? Сам к себе обратился Балковский в тезере своего канала. По словам Балковского, всему виной его любовь к шуткам. «Мою семью всегда печалило, что я стебусь над всем, чем можно и чем нельзя. Вот я и решил открыть канал, чтобы стебаться не вместе с ними, а вместе с вами», похвалился Папа Спилберг. Увы. К великому разочарованию любителей конфликтов и реакций на русский рэп, Балковский решил сосредоточиться на создании развлекательного контента. «Я буду рассказывать обо всем, что стоит больше миллиона, не важно, рублей или долларов. Мы будем тратить деньги на дорогую недвижимость, тачки, ювелирку, внешку, книжки, одежду, рестораны, гаджеты и мебель», пообещал он, отметив, что на канале время от времени будут появляться интервью, новости и образовательные ролики. По словам Папы Спилберг, девиз его канала «За все хорошее и против всего плохого». Это звучит весьма противоречиво, учитывая его репутацию в интернете. Так, летом 2017 года пользователи сети ополчились на Балковского, который вступился за честь дочери на одном из блогерских фестивалей и избил отца двух малолетних фанаток Спилберг. Он факт показал, оправдал он потом свои действия. По мнению пользователей, виновником конфликта стала Саша Спилберг, которая неуважительно отнеслась к маленьким фанаткам, отказавшись давать автограф и оттолкнув девочек. На резкое замечание недовольного родителя блогерша отреагировало матом, чем привлекло внимание Балковского, который регулировал конфликт парой ловких ударов. «Быдло оно и есть быдло», заключили пользователи. К критике папы Спилберг присоединился и ведущий канал «Альтубер». Он отметил, что блогерский фестиваль не лучшее место для драки, зачем было доходить до рукоприкладства. Там огромное количество детей. В копилку проделок Балковского также можно добавить конфликт с журналистом. Блюмберг на парламентских слушаниях в Государственной Думе в мае 2017 года. Папа крайне резко отреагировал на заданные его дочери вопросы о ее образовании, назвал его глупым и потребовал корреспондента не поднимать подобные тему в беседе с его девочкой. В ответ журналист попросил не учить его работать, чем окончательно взбесил Балковского. «Я буду вас учить, потому что я вас старше, богаче и умнее», — пояснил папа Спилберг, подкинув хейтерам еще один повод для язвительных шуток. Вышеперечисленное ни в коей мере не мешает новообращенному ютуберу сладко улыбаться на фоне сказочных фей из мультсериала «Клуб Винкс», корчит рожей извиняться перед подписчиками за мат. Невзирая на многомиллионную аудиторию Спилберг, призыву подписаться и ссылку в описании Балковскому удалось вкусить лишь толику популярности своей дочери. За два месяца существования на канал «Папа Спилберг» подписалось всего 37 тысяч человек, а последним роликам с трудом удается преодолеть рубеж в 10 тысяч просмотров. Не помогло ни откровенное интервью Саши Спилберг, ни обзор лучших «Мерседес-экс» класса, ни даже ролик с названием «Как потратить миллион на отдых за сутки». Но это не остужает пыл папы Спилберг. Он с завидным упорством продолжает рассказывать зрителям о том, как потратить лишний миллион на диван и ужин на двоих. То ли еще будет. Антон Болотов Субтитры создавал DimaTorzok